Мадридский Реал в сезоне 23-24 досрочно стал чемпионом Испании. Команда Карло Анчелотти гарантировала себе титул за 4 тура до финиша. Кроме этого, сливочные вышли в финал Лиги Чемпионов. Поэтому сейчас команда на внутренней арене уже не имеет турнирных задач и системно готовится к решающему поединку сезона финала Лиги Чемпионов против Дортмундской Боруссии. Одним из главных вопросов у фанатов Реала является, кто же сыграет в основном составе королевского клуба на позиции вратаря в матче на Уэмбли против Боруссии. По информации испанских СМИ, фаворитом считается Тибо Куртуа, который восстановился от тяжелой травмы и уже провел матчи в Ла Лиге. Его кандидатуру также поддерживает и тренер голкиперов сливочных. Ну а легенда клуба Икер Касилис отдает свое предпочтение Андрею Лунину. После матча Реал-Алавес в 36-м туре Ла Лиги, Карло Анчелотти снова не удалось избежать вратарского вопроса. Итальянец рассказал, принял ли уже окончательное решение и прокомментировал предоставление игровой практики голкиперам до конца сезона. Вратарские дебаты. Андрей Лунин провел фантастический сезон. Он нам очень помог. Я должен это учитывать. Но у нас также есть Тибо Куртуа. Он лучший вратарь в мире, когда находится в своей лучшей форме. У нас есть и Кепа, которому мы планируем также дать поиграть. Куртуа и Милитау сейчас нужно игровое время. И я решу, кто сыграет в финале Лиги Чемпионов за неделю до матча. Тибо Куртуа остался доволен победой Реала над Алавесом, в котором ему удалось третий раз подряд сохранить ворота нетронутыми. Это была великолепная игра с множеством моментов и голов. Я доволен командой, голами, а также игрой в обороне, потому что мы в очередной раз сохранили ворота сухими. Мы должны продолжать усердно работать. Мы выступаем на самом высоком уровне. Теперь мы должны быть готовыми к финалу. Мы все должны быть готовыми физически. И именно поэтому так важно было выиграть чемпионат. И еще две недели назад мы должны были это сделать. И мы это сделали. Мы должны продолжать хорошо играть. Войти в ритм и побеждать. Это лучший способ набрать форму. Я чувствую себя очень хорошо. Я все тот же Куртуа. Или даже лучше. Я буду усердно работать над улучшением. Возможно, мне была нужна такая игра, как сегодня, с большим количеством ударов. Впереди тяжелый матч Лиги Чемпионов против Борусии. Они провели хорошие матчи против Парис Инжермена, Атлетико Мадрид и на групповом этапе. Это сильные команды, которые очень хорошо защищаются и забивают много голов. Я надеюсь, что мы сможем победить, но должны уважать наших соперников. Должны показать свою лучшую игру на Уэмбли, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. В матче 37-го тура Реал играл на выезде против Вилья Реала. И Андрей Лунин в этом матче пропустил 4 мяча. Клуб не проиграл, но и не выиграл. Сразу после матча в испанских СМИ понеслась критика в адрес украинского голкипера. Все в один голос начали заявлять, что Лунин рискует не сыграть в финале Лиги Чемпионов против Дортмундской Борусии. На фоне этих слухов главный тренер Реала Карло Анчелотти провел разговор с Луниным и рассказал, что еще не принял окончательного решения и рассчитывает на украинца в финале. Я еще не принял решение, кто сыграет против Борусии. Лунин нужен мне в финале, в самом лучшем виде. Без него мы бы не были на Уэмбли. Но уже сегодня поступила информация от авторитетного издания Марка, что последние два матча нынешнего сезона Реал отыграет вместе с вратарем Тибо Куртуа. Сперва он выйдет на заключительный тур чемпионата Испании против Бетиса, а затем сыграет с Борусией Дортмунд в финале Лиги Чемпионов. Несмотря на то, что тренер Карло Анчелотти не критиковал, а только поддержал Андрея Лунина после четырех пропущенных голов в матче с Вильяреалом, в команде отмечают, что в трех встречах Ла Лиги Куртуа не пропустил ни одного гола. В Реале считают, что Тибо заслужил провести последние две игры, однако позиции Лунина не изменились, а клуб продолжает работу над продлением контракта украинца. Лунин провел за сливочных 30 поединков во всех турнирах в сезоне 23-24, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз отыграл на ноль. Андрей Лунин после финала Лиги Чемпионов 1 июня отправится в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2024, которая пройдет в Германии.